Я был студентом психфака, очень включенным, занимался тренингами, проводил всевозможные занятия, ездил на конференции, занимался дебатами, играл в КВН. Мне было очень здорово в ВУЗе, и для себя я где-то, наверное, даже внутренне уже почти решил, что я останусь преподавателем на кафедре, на которой учился. И мой друг по команде КВН, айтишник, устроился на работу в крупную организацию, которая занималась добычей золота. И он мне написал, говорит, Костя, у нас тут такая движуха серьезная, все меняется, очень много интересного. Я сказал, отправь свое резюме, тебе тут точно будет чем заняться. Я работал бесплатно, бегал, ездил, автобус, производство находилось за городом в 30 километрах. Я ездил в 5 утра с рабочими на маршрутке на этот завод. И брался за любую работу в Эйчаре, которая была возможна и доступна, все делал. Проект назывался «Обучение найм и обучение сотрудников на строящуюся золотоизвлекательную фабрику». Большой проект нужно было с марта по ноябрь набрать и обучить 900 человек профессиям, которые в регионе не существовали. С такого проекта началась моя деятельность в Эйчаре. И работал уже в крупной компании в Билайне, в одном из подразделений Билайна. Я был тоже заместителем Эйчар-директора и занимался вопросами развития, внедрением корпоративной социальной сети и кадровым резервом, управлением талантами и всем, что связано с развитием. Затем Герман Греф в начале 2016 года на Гайдаровском форуме рассказал всему постсоветскому пространству о том, что есть такая тема, как agile, что она для тех, кто собирается конкурировать на рынке, а все остальные, кто им не пользуется, они заранее проиграли. И с друзьями, объединившись, мы создали в 2016 году agile-сообщество Казахстана и начали рассказывать рынку о том, что это такое, как с этим быть. Получается, около двух лет мы занимались развитием agile в Альфа-банке, внедрением культуры корпоративного предпринимательства и, можно сказать, добились определенных успехов. Сейчас уже не весь банк, но та часть, которая должна, использует этот инструмент правильно. Agile – это собирательное такое название для всего семейства гибких методологий и подходов к управлению проектами и продуктами. Agile с английского не имеет точного перевода на русский, но чаще всего мне очень нравится перевод как проворный. Ассоциация возникает человека, который стоит на указательном пальце, на горлышке бутылки, ногами вверх и при этом еще умудряется жонглировать. То есть, на самом деле, agile-подход – это подход, который помогает сконцентрироваться на клиенте и через серию коротких итераций постоянно работать над улучшением продукта, которым вы занимаетесь. Есть большое количество практик и подходов. Наиболее распространенные фреймворки – это Scrum и Kanban. Kanban представляет из себя такую, наверное, ближе к лин-практикам систему, которая позволяет визуализировать процессы и отслеживать work-in-progress, и управлять узкими местами, корректировать задачи и так далее. Наиболее популярным и востребованным является Scrum. Единицей боевой Scrum является команды небольшой численностью до 10 человек. Scrum состоит из конкретного набора инструментов и артефактов, которые позволяют команде быть эффективнее. Если команда игнорирует какие-то инструменты и артефакты, это уже не Scrum, это уже что-то новое и интересное. Какие бы подходы бизнес не использовал, в основе, если он говорит про agile, должен быть обязательно здравый смысл. Если это просто дань моде или что-то другое, это уже не работает так, как должно быть. Agile может применяться везде, в том числе в HR. Но самое главное – это понимать, насколько он там нужен и насколько обоснован выбор этого подхода для той или иной организации. Потому что главной целью agile является решение задач в зоне высокого уровня неопределенности. И если в HR есть какие-то проекты, результат которых не ясен или требует проверки большого количества гипотез, тогда однозначно нужно использовать, скорее всего, Scrum-подход для того, чтобы эти задачи решать максимально эффективно. Но сам по себе agile – это не только набор инструментов, это целая философия, которая базируется на очень правильных ценностях, на таких как скорость, внимание к клиенту, готовность к экспериментам, к изменениям и так далее. И это очень правильная часть культуры, которая может и должна появляться в современных организациях. И поэтому HR, как проводник корпоративной культуры в организации, как минимум должен понимать, что это за подход, какие у него есть особенности и как его использовать. Многие артефакты agile, они HR известны и являются привычными инструментами, только используются в другой последовательности. Например, визуализация процессов на Scrum-доске или на Kanban-доске, если ее использовать, качество и результаты повышаются только благодаря тому, что мы видим, что происходит в режиме реального времени. Люди понимают, где у них возникают затыки, какие сложности, на каком этапе процесса сложнее всего и больше всего копятся задачи, понимают пропускную способность этих процессов, и это позволяет уже работать на повышение эффективности. Очень хорошо Kanban может применяться в рекрутменте, потому что это как раз тот самый процесс, который понятен, зарегламентирован и может быть легко управляем через реализацию на Kanban-доске. Есть много аспектов, которые HR в ежедневной деятельности используют, не понимая, что это agile. Например, коучинговые практики или фасилитационные сессии, или стратегические сессии, которые для agile команд являются нормой. HR по сути могут помогать этим командам развиваться через практики, которые им давно известны. Но у них разный взгляд на эти вещи, и часто они говорят об одном, но друг друга не понимают. Поэтому задача HR-ов изучить подход работы команд и предложить им через призму своего опыта новый набор инструментов, как управлять HR-ом в командах. Противопоказано это в первую очередь в тех случаях, когда цель просто использовать agile и соответствовать трендам, а не ради какого-то конкретного дела. Про стартапы если говорить, то, как правило, все стартапы формируются уже на ценностях agile подхода, и у них это не научная история или не привитая теория. Они просто так живут, потому что главной основой agile является здравый смысл. А стартапы, как ни кто другой, понимают, что нужно быть эффективными, нужно выживать, у них недостаточно ресурсов, чтобы проводить глупые эксперименты. И они действуют максимально эффективно, и поэтому agile для них родная культура. Для большой организации это вопрос комплексный с точки зрения корпоративной культуры. Можно использовать набор инструментов agile, но не иметь эффект. 99% экспериментов с внедрением agile подхода в крупных организациях проваливаются. Именно потому, что на уровне согласия все готовы, все демонстрируют готовность. Говорят, да, мы поддерживаем, мы хотим agile. Очень много заявлений, очень много рекламы, пиара. Появляются всевозможные внутренние названия для agile, целые программы, туда инвестируются огромные деньги. Но с точки зрения бизнеса это не имеет никакого результата. Это больше фановые истории или желание быть в моде, в тренде и все. Нужно еще раз свериться с целями, понять, зачем нам это нужно, для чего мы это делаем. Agile внедряем, чтобы что? Что у нас должно по итогам случиться? Если мы понимаем, что текущая форма организации не справляется с задачами и вызовами рынка, да, наверное, нужен эксперимент и нужно пробовать другую организационную форму, другие инструменты управления задачами и так далее. Но если цели понятны, задачи ясны и вопрос только реализации и соблюдения сроков, то тогда agile вам не нужен. Если вы хотите изменить свой продукт, если вы хотите улучшить качество взаимодействия со своими клиентами, то, наверное, да, agile подход – это тот инструмент, который поможет вам сделать это максимально быстро и эффективно. Новичкам бы я посоветовал, наверное, в первую очередь, когда они хотят выбрать дело своей жизни, вот именно смотреть не в короткую перспективу, что вот завтра я буду HR, а подумать, как я буду развиваться, немножко пофантазировать на эту тему, почувствовать, есть ли у меня к этому страсть и готовность заниматься этим всю жизнь. Еще раз убедиться, насколько я люблю людей, готов я участвовать в чужих карьерах, судьбах, помогать кому-то принимать решения. Готов ли взять я на себя такую ответственность и насколько это действительно меня зажигает, драйвит и находит отклик в моем сердце. Отличная книга «Лидеры племя», авторы – Дэйв Логан, Джон Кинг и Хэлли Фишер Райт. Это замечательные авторы, которых стоит почитать всем HR. Есть еще замечательная книга про новые формы организации, про бирюзовую организацию, про организацию со смыслом. Это книга Фредерика Валу «Открывая организации будущего». Тоже я бы рекомендовал всем HR-ам ее прочесть. С точки зрения повышения личной эффективности и умения решать задачи – это тоже важное качество для HR-ов. Я бы рекомендовал книгу, которая называется «Эссенциализм». Автор Грег МакКоэн. Она больше о том, как отсечь все лишнее, научиться говорить «нет». Это важно для HR-ов, потому что я всегда хотел всем помочь. И сосредоточиться на главном и важном. Несмотря на сложное название, книжка читается очень легко и будет полезной. И еще одна книга, которую я бы рекомендовал HR-ам, она называется «Наш айсберг тает» Джона Коттера. Она рассказывает о основных этапах внедрения изменений на очень простом и интересном сюжете про стаи пингвинов, которые решают сложные задачи. Субтитры создавал DimaTorzok